здравствуйте друзья опять еду к своему саду но просто я здесь по делу яблоки так еще не собрали надо хоть каких-то пару мешков собрать да сок сделать но было совершенно некогда а я сейчас пришла я посмотрю может быть калина еще есть может птицы еще не съели калины пособирать кабаны по-прежнему копаются ну вот видите раскопки свежие они даже не заветрились ну то есть они где-то вот утром ушли они обычно в темное время суток копаются девочки я после последнего своего видео про этот сад получила много отзывов коментов и многие девочки бояться кабанов может быть мальчики тоже боятся но мальчики не говорят мальчикам как бы нельзя говорить что боятся но мне как-то стало дивно мне как-то дивно стало что люди боятся кабанов не знаю да конечно есть осторожные люди которые ну а вообще опасаются многого, это понятно. Но так... Ой, какие яблочки, как хочется их снять. Потому что кабаны это самая, кажется, меньшая опасность в наших лесах среди каких-то там других. Кабаны, чтобы вот так вот просто, вот так вот среди бела дня напали на человека, это что-то небывалое. Кабаны боятся человека. Потому что кабан это, помимо всего прочего, вкусное мясо. И на кабанов охотились наши предки еще тысячи лет тому назад. И продолжают по сей день. Это один из главных охотничьих объектов. И они это прекрасно знают. Вот в этом году родились поросята, вот уже осенью будет охота. И они уже все прекрасно поймут, что это такое, что такое человек, что человек это страшно. И они живут с этим страхом. Напасть кабан может только в нескольких случаях. Самая вероятная ситуация, когда весной у них малые дети. Когда у кабанята только народились, они еще маленькие, они что там толком не соображают, куда бежать, куда чего. И могут замешкаться, еще не дай бог завизжать. И мать и отец обязательно бросятся их защищать. Обязательно. Вон какие свежие раскопки. Если человек идет громко, вот так, как я сейчас, и кабан его слышит издали, даже если у него есть малые дети, он обязательно их уведет. Он уже их уведет заранее. Он не будет вступать в конфликт с человеком. А вторая ситуация, когда кабан может напасть, если он ранен. Он ранен, человек преследует, ему некуда бежать. И он, защищаясь, защищая свою жизнь, он нападает. Я помню, калины уже нету. Птички скушали. Ну, ладно, пусть птичкам будет хорошо. Да, опоздала я с калиной. Ну, ладно. А, нет, не опоздала. Вон калина. Калина-то вон. Я помню, в молодости, когда работала в лесничестве, помимо разных других обязанностей, у меня еще были обязанности лесной охраны. То есть, это заключалось в том, что я должна была обязательно присутствовать на охоте, если таковая происходила на моем участке. Смотреть, как соблюдаются правила, списывать лицензии, ну и прочее, прочее. А поскольку я была еще сама охотником, то я еще принимала участие в охоте. И я помню, как была ночная охота на кабана с заситкой, там, где кабан портил картошку, то есть там делаются вышки, охотники сидят на этих вышках и стреляют. И мы шли по следу раненого кабана ночью с фонариком, по следу раненого кабана. Но в то время, наверное, молодость, это то ли глупость, то ли что. Ну, как-то вообще страшно не было, хотя, да, понимала, что в любой момент этот кабан где-то из кустов может выскочить. Ну, ничего, шли по следу раненого кабана. Ну, правда, когда мы пришли, у кабана уже был мертвый, там ничего не было. И сейчас, конечно, глядя на это, думаю, что, может быть, это была такая авантюра. Ну, тогда это казалось так. Ничего, нормально. Третья ситуация, когда кабан может броситься на человека, так я читала. Я никогда об этом не слышала. Никогда. Но я об этом читала. Вот люди, которые вот в Сибири где-то, ну, или где-то, где там кабанов много, но людей мало, что кабан может броситься во время гона. Что когда гормоны ударяют в голову, ну, как я уже говорила, все копытные, когда у них гон, там уже с мозгами что-то не совсем то. Там только гормоны играют. И кабан может броситься. Я вот тут такого не слышала ни разу. Это где-то в декабре месяце. В декабре где-то так, ну, середина зимы. Не слышала ни разу. Но теоретически, как бы, это возможно. Конечно, конечно, есть опасность. Есть опасность всегда. Есть риск. В конце концов, животное может быть просто бешеное. Может, не знаю, что там. Но это такая маленькая вероятность, что когда выходишь в город, то вероятность попасть под машину, столкнуться с неадекватным человеком, что там, говорится, кирпич на голову упал, что такая вероятность, она гораздо больше, гораздо выше. И вот сейчас, например, вот сейчас конец сентября, я хожу по лесу. Самое большее, чего я опасаю встретить, это гонного лося. Вот гонный лось, да, это та еще скотина. Тоже гормоны в голову ударяют, мозгов нету, и он идет на все, на все. На человека, на лошадь, на какое-то непонравившееся ему дерево. Он топчет, лупит рогами, и это, конечно, очень опасно. Это здоровое животное, здоровое, сильное, разъяренное. Лучше не встречаться. Ну и второе, вот медведи у нас уже появились, я говорила про это. Вот с мишками тоже, ну, не хотелось бы встречаться. А кабанчики, это вообще, это вообще. Я была удивлена, что люди их так боятся. У нас многие люди живут на хуторах, в лесах, женщины. Я как-то никогда не слышала, что бы боялись кабанов. Просто никогда. Вот они тут как накопали. Вот они как тут накопали. Кабаны обычно в темное время суток. Я несколько раз пыталась их увидеть. Вот верите ли? Да, вот верите ли? Вот я знаю, что в этом месте, в саду, все время роется стадо кабанов. Это стадо, это не один кабан. Все время. Я их не видела ни разу, ни разу. И если я хочу подкрасться, это невозможно. Это надо приходить в сумерках. Машину оставлять так далеко, чтобы ее даже было не слышно, не видно, там бог весь где-где-где-то на большой дороге. Тихо-тихо-тихо идти, подкрадываться, и тогда, может быть, я бы увидела кабанов. Но я так не делала. Это, во-первых, и темно, и снимать мне нечем, потому что нет у меня такой аппаратуры. Вот. Так что, друзья мои, не бойтесь кабанов. Ну, не бойтесь. Конечно, надо быть всегда осторожным. Всегда. И в городе, когда мы идем, надо быть осторожным. Ну, кабан – это не тот зверь, которого надо так уже ужасно бояться. Это... Ну, в общем-то, это просто один из жителей леса, не более. Так, ладно, друзья мои, я начинаю собирать калину. Она есть. Я хочу ее пособирать. А с вами я попрощаюсь. Не бойтесь ходить в лес. Это очень увлекательно. Это вообще очень здорово. Это гораздо... Ну, если я скажу, интереснее, чем ходить по городу, не все мне поверят. Но для меня это так. Все, друзья, всего вам самого доброго и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!